Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет видео распаковка, небольшой обзор на сумку Jacquemus Le Chiquita Moen. Я не знаю, как точно это все произносится, потому что, посмотрев столько разных отзывов и как все это произносится, все настолько по-разному говорят, что будем название писать либо в названии видео, либо на самом экране. Так что, окей, сегодня у нас будет обзор на сумку, также посмотрим, что же в нее помещается, потому что сумочка на самом деле миниатюрная. И если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть. Итак, девчонки, я заказала сумку, да, мне сделал подарок муж, заказала сумку с официального магазина, потому что, в принципе, знаете, цены, если вы ищете со скидкой что-то в разных магазинах, но цены плюс-минус одинаковые. В некоторых магазинах может быть намного дороже, в зависимости, не знаю, от цвета, от востребованности модели. Но я заказывала с официального сайта, чтобы быть уже точно уверенной, что точно придет оригинал, то есть более обезопасить, наверное, себя, поэтому, конечно. Коробку я уже открыла, я уже не терпелась вчера вечером просто посмотреть. Я открыла, посмотрела, но я обратно все сложила, чтобы показать, как это все было упаковано. И давайте будем сейчас смотреть повторно. Я ее еще не носила, не отрезала никакие этикетки, все обратно убрала, так что будем это делать вместе с вами. Девчонки, сейчас, да, перед тем, как откроем, я вам хотела сказать, что примерять я ее, наверное, сейчас не буду, да, на себе, что с разными луками, как она смотрелась бы. Можете посмотреть у меня, ну, в следующей какие-нибудь фотографии, то, что когда я буду ее уже носить, в инстаграме, Карина Папак также называется, либо, ну, может быть, с одеждой, которая у меня тоже в новиночке есть, в следующих видео на канале, вот этом, да, то, что вы сейчас смотрите. Итак, что же входит, как же приходит, да, с официального сайта? Приходит в коробке, здесь, ну, никакой информации, то есть, когда открываем, здесь вот уже написан сам бренд на коробке. Вообще сумки идут без каких-либо опознавательных коробок вообще снаружи. Далее у нас вот такой конверт с названием бренда, и здесь такая открытка, вот все, кто заказывает с официального сайта, я вижу, что у всех вот такие открытки Мерси написано, и далее здесь какие-то талончики, в общем, если вы хотите, например, вернуть сумку в магазин, то есть, здесь вот прям уже с обратным билетом, так скажем, то есть, мой адрес и адрес, куда отправлять, то есть, здесь вот этот, ну, как карточка, что мы заполняем, да, какой номер заказа и так далее. То есть, это все уже продумано, уже все сделано за вас. Если вам каким-то образом не понравилась сумка, не подошла, не знаю, она вам маленькая, либо большая, либо не то, что вы ожидали, можно ее вернуть с легкостью. Но я, конечно, этого делать не буду, и я ни разу не видела, что кто-то и возвращал их. Ну и дальше, дальше идет у нас бумажная такая упаковка, видите, я ее расклеила, конечно, посмотрела, какая она, но я ее обратно так сложила аккуратненько. Так, бумажная такая обертка, открываем, и здесь уже находится вот такой вот мешочек, да, пыльник, пыльник из ткани, как холщовка, в общем, как лен, вот что-то, как мешковина, лен, вот что-то в таком плане, в бежевом оттенке, вот сейчас у меня свет включен, может быть, не видно, но поближе я вам сниму, покажу. Ну и также на этом пыльнике есть название Жакмюз, название самой марки. Та-дин! Вот такой пыльник у нас, у нас выглядит пыльник, такая сумочка, ее можно затянуть на шнурок. Итак, ребятки, девчонки, если вы готовы, то мы достаем. Та-дин! Да, это белая сумка в белом цвете. Блин, прям, я очень хотела эту сумку. Итак, девчонки, смотрите, сумочка вот так выглядит, она просто потрясающая. Это, конечно же, кожа, еще есть у них замшевые сумки и еще какой-то ноутбук, по-моему, материал называется, в общем, из ткани также бывает. Ну, в общем, я выбрала, конечно, кожу, потому что она, судя по отзывам, лучше всего, получается, в носке, да. И еще в белом цвете, чем вот замшевый, например, да, либо ноутбук, как-то так, другой материал. И еще то, что в белом цвете, во-первых, мне нравятся, когда белые сумки вообще на любой сезон. И говорят, что кожа достаточно нежная у них, и они корябаются, то есть видно следы. На белой, конечно же, это будет меньше всего заметно, но нужно будет, конечно, быть более аккуратным, чтобы не пачкать, не какую-то одежду красящую тоже, чтобы она не терлась постоянно. Ну, в общем, вот такая малышка, смотрите, сбоку, сзади, дно. Модель это Le Chiquita Moyen. Давайте я буду говорить так, как написано, да. И размеры вам, вот здесь вот, кстати, смотрю на официальном сайте, цветов, вот штук 20, наверное. Размеры 18 на 13,5, то есть я думаю, что 18 это вот так. И 13,5 высоту. Конечно же, вы спросите, первое, что всех всегда интересует, можно же, можно ли уместить сюда сотовый телефон. Нет, нельзя, но смотря какой. Некоторые девочки, у которых поменьше телефоны, то есть не Pro Max, который, ну обычные, да, айфоны, можно, да. Этот выглядит у меня Pro Max. Снаружи выглядит, что можно, но нет, нельзя, нельзя, вообще никак. Обычный телефон размером его, да. Этот же, сразу проверяем телефон, да. Вот так, стоя не входит, лежа не входит, ни по диагонали, никак. Так, так что первый вопрос, если вас это интересует, да. Нет, телефон не помещается. Давайте чуть-чуть поближе просмотрим. Кожаная ручка вот такая твердая, то есть это не средний, так скажем, размер, то есть у них есть такая модель поменьше, то есть мини, которая и побольше. Почему я не взяла побольше, который размер, потому что она смотрится более элегантно и более, наверное, как если, не знаю, более офисный что ли вариант, ну как-то так. Но вот эта малышка, она и днем, и самая такая инстаграмная пинтерстная сумка, и днем, и вечером, и в пир, и в мир, да, и везде-везде, в общем, она будет классно смотреться, и с любой одеждой, и с любым стилем. Вот, например, я сейчас в спортивную кофту надела, и вот эти вот штаны парашюты, да, которые карго-парашюты, то есть вот с таким аутфитом безупречно, с какой-то платья летящее безупречно будет смотреться. То есть, ну, девочки, не знаю, в инстаграме смотрите, в пинтересте наверняка видели, да, ее с чем только не носят, да, потому что она идеальна. А насчет телефона я знала, конечно, что он не поместится, я была к этому готова. Но если вы часто делаете фотографии, либо снимаете видео, либо вообще разговариваете, ну, что у вас постоянно он в руках, ну, смысл, да, в машину поставил сумочку, телефон все равно где-то рядом болтается. То есть, ну, мне удобнее так. И, в принципе, я была готова, поэтому думаю, ладно, телефон в руках, он у меня и так постоянно в руках, поэтому вот так. Но мы посмотрим еще, что туда можно поместить. А здесь также еще есть сумки, открывается вот так на магните. Застежка вот эта магнитная, она очень такая, скажем, тяжелая, плотная пока что, может быть, потому что она еще новая. Здесь такой, как стикер, не стикер, но, в общем, его можно убрать, конечно. И мне кажется, она еще сильнее будет примагничивать. Вот, я ее снимаю как раз таки. Вот, я ее сняла. Смотрите. И вот, чтобы открыть, видите, вот я прикладываю усилия. То есть, это хорошо, потому что у меня всегда такая мысль, вот, у меня сумки есть вот такие на заклепках, я думаю, блин, они откроются сами, вывалятся что-нибудь. То есть, за это всегда страх. Здесь нет, хорошо закрывается. По бокам есть вот такие колечки, куда мы можем прицепить еще отдельный ремешок. И сумку, когда мы открываем, ее можно вот так вот прямо открыть и вот так вот, ну, чтобы что-нибудь там искать, да, рассматривать, что у вас там есть и вообще как это все найти. Также есть длинный ремешок. Сейчас к ремешку мы перейдем еще отдельно, распакуем и посмотрим. А сумочку можно и на руке, и в руке, и просто рядом поставить. Ну, в общем, идеально. Я вот, девчонки, кстати, думала насчет цвета, то ли белую, то ли черную взять, цветные, потому что у меня есть как-то сумки. Хотя у меня и белая есть. Но все равно выбрала в белом цвете, потому что она классно смотрится со всем. И, как я уже сказала, с любой одеждой, с любым стилем и в любую погоду, да, в любое время года. Так что, да. Ну, и также, конечно, хочется и черную, конечно. Ну, вот выбирала черную, белую, черную, белую. В итоге, знаете, как выбрала? Я говорю, у меня машина белая, поэтому у меня сумка будет тоже белая. То есть я уже просто не могла как-то выбрать. И я вот из-за машины выбрала тоже белую сумочку. Так что, да, ждем сейчас ручку, да, будем прицеплять. Итак, девчонки, давайте сейчас открываю. И ремешок. Но прежде чем наденем, развернем ремешок, внутри смотрите, что есть. Вот эти вот всякие карточки. Жакмюс. Жакмюс, да? Карточки. И больше ничего, по-моему, там нет. Да, там больше нет. В общем, смотрим внутри. Выглядит вот так. Там есть отделение для кредитных карточек. Удостоверение ваше, да, права можно положить. И просто вот такой отдел. Девочки, здесь видим название бренда на этой пряжке. То есть на одной и на второй. И можем его регулировать. Здесь вот несколько. То есть отстегиваем, да? Но я не буду переделывать сейчас, чтобы не тратить время. Вот так. В общем, здесь есть несколько вот этих отверстий. Мы делаем просто по длине. Длиннее, короче, как вам, как хотите. Ногтями не очень удобно. Готовая сумка. Все. Не знаю, вот этот можно, где вот переделываем, да? По длине можно с другой стороны, либо с этой стороны, как хотите. Ну, в общем, вот так это все смотрится. Давайте примерю сейчас на мне. Вот прям со спортивной одеждой. Вот как я сейчас. Я просто была так на улице. И покажу вам. Ну что, девчонки, смотрите. Я не знаю, меня видно, не видно. В общем, можно и так носить, да? То есть без ремешка. Вот так вот прям. Поближе вам. Смотрите, вот даже со спортивной одеждой. Смотрите, как классно. Девочки, смотрите, я надела. То есть можно еще и пониже даже ее спустить. Либо так, потому что, ну, чтобы она в грудь не упиралась. Либо так ее свернуть. Либо назад свернуть ее. Ну, в общем, как вам удобно. Это уже смотрим потом, как нам будет удобнее носить. Но мне очень-очень нравится. Девочки, смотрите, как я уже сказала, телефон не влазит. Но я принесла. Я вот сегодня ходила с большой сумкой просто на улицу. И принесла с собой большую сумку. Будем вытаскивать сейчас из большой сумки и смотреть, что поместится. Вот то, что мне прям реально необходимо с собой иметь, да? И посмотрим, что же туда можно уместить. Не все. Конечно, не все, безусловно. Будем сейчас складывать вещи, которые прям необходимы мне. Каждый день. Каждый день. Мои сумки я уже вытащила вот с этой большой сумки. Ну, то, что я могла бы, в принципе, уместить. И давайте будем смотреть. Так, первое. Это у нас кошелек. Я вам потом отдельно фотографию вставлю. Покажу, что поместилось, да? Кошелек. Смотрите, у меня большой кошелек. В принципе, большой. Опять же, он не супербольшой, потому что он у меня влазит, помещается в другие мои сумочки. Не во все, но в некоторые. Куда не помещается, я просто вытаскиваю либо наличку, либо карточки. И просто так засовываю. Мне надо, кстати, купить кардхолдер. Это просто необходимая вещь. Но я пока еще его не купила. Но я вижу, что он мне нужен. Потому что, ну, чтобы просто-напросто не потерять карточки. И кое-какую мелочевку, ключи, там, и какие-то блески для губы, ну, и так далее. В общем, сейчас будем все засовывать в сумочку, помещать, умещать, размещать и будем смотреть. У меня карты лежат в кошельке, так же, как и деньги, да? Ну, вот я сейчас вытащила. Я просто на греческий еще отдельно снимаю видео. Я засунула карты все вот в этот кармашек. Видите, вон они там торчат. То есть там и банковские карточки две, и одно удостоверение личности, и одна карта у меня права на машину, да? То есть, ну, права на машину. Водительское удостоверение, вот. Я их все засунула сюда. Очень трудно их засунуть все вместе, вот, четыре карты, да? Вот то, что у меня с собой. Но я их по одной вот так потихонечку засунула. Зато они, смотрите, не выпадут. Вообще нужно купить кардхолдер, и, да, с ним, конечно, будет удобнее, потому что он плоский, маленький, и, ну, вот так вот, чтобы не засовывать по одной. А в этот кармашек можно положить, например, купюры, да, либо какую-то мелочь. Ну, мелочи я особо, знаете, так не любитель носить в сумках, но какие-то купюры вот сюда можно положить. И дальше из сумки, то, что я вытащила, да, вот сейчас, жувачки могу засунуть. То есть сейчас, да, сюда все суем. Ключи от машины. Вот то, что важное для нас, для меня конкретно. Ключи от дома. Я не боюсь туда просто так бросать ключи без ключницы, потому что телефона у меня там нет. То есть там покорябать нечего, собственно. Есть у меня здесь парочка парфюмов. Одни вот у меня Гуччи, вторые Армани. Ну, такие, знаете, тестеры, либо вот маленькие флакончики. В общем, что-нибудь маленькое из ароматов можно сюда тоже поместить. У меня вот две просто, два парфюма было в сумке, я их сюда же переложила. Кое-что, какие-то маленькие тоже ароматы у меня в машине также лежат. То есть, ну, какая-то мелочевка вот такая. Потом дальше электронную сигарету можно сюда. Пачку сигарет можно засунуть даже сюда же, потому что место есть, позволяет. И вот у меня в сумке было, смотрите, помада, потому что я сегодня ходила с той сумкой. У меня помада вот то, что на мне, Huda Beauty, но она длинная. Она, в принципе, помещается, но чуть-чуть по диагонали. Как бы можно закрыть, но уже как-то, ну, так, знаете, не очень комфортно, что ли, закрывается. И вторая у меня лип-лампер от Too Faced. Он чуть-чуть короче, он вообще очень хорошо здесь лежит, болтается, так что нормально. И еще вот салфетки у меня в сумке. Вот я просто вытащила то, что мелочь, которая нужна, ну, и которая была у меня в сумке. Я не говорю, у меня там и бумажки какие-то, я не знаю, там всякие сумки. То есть не все перекладываю, конечно, из сумки в сумки. Ну, вот салфетки, да, бумажные, либо влажные салфетки, маленькую пачечку. И смотрите, все отлично. То есть вообще... А, еще вот, смотрите, что у меня. Я часто с тобой ношу вот эти вот клипсы для волос. Ну, которые так, вы знаете, убрать челку, потому что у меня челка вот здесь отрастает. Не челка, вот эти вот передние волосы, они отрастают, они часто мешают. Я могу вот так, хоп, заколоть и все. То есть вот эти заколочки. Такая еще одна у меня чуть побольше. Всегда со мной в сумках и тоже сюда поместилась. Все отлично. Отдельно я вам вставлю фотографию, покажу наглядно, да, что у меня там есть. Закрыла. И все. Телефон, соответственно, в руках. То есть у меня к телефону насчет этого у меня не было претензий, потому что я это уже знала, что он не влезет ни при каком, вообще ни при каких обстоятельствах. И вот такая вот сумочка. То есть она не раздулась особо. Ну, если можно туда чуть-чуть побольше напихать чего-нибудь, она, конечно, раздуется, но лучше не надо, чтобы форму ее не портить. Потому что кожа достаточно мягкая и, ну, все-таки беречь ее нужно, потому что не дешевая, конечно, сумка. Так что все свое ношу с собой, что называется. И нет каких-то претензий, что она там супер маленькая, что нет, неудобно. Она обалденная, девчонки. Скажите же, что она обалденная. Девочки, заканчиваю сейчас видео. Пишите в комментариях, как вам такая сумка, нравится, не нравится, что вы вообще-то про эту марку думаете, про такой размер сумки и как бы вы отнеслись к тому, что у вас телефон просто не помещается в сумку, а в руках будет. Ну, в общем, я довольна. Я о ней мечтала. И вот она у меня есть в цвете, в котором я хотела. Так что я, да, я очень-очень рада. И заканчиваю видео. Надеюсь, оно было для вас полезным, информативным. Может быть, какие-то вопросы, если есть, то пишите в комментариях. Обязательно отвечу. Либо можете мне в Инстаграм написать. Аутфиты, луки с этой сумкой, либо в Инстаграм, либо отдельным видео будет у меня как-нибудь. И сейчас прощаюсь. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. А мы увидимся с вами в следующем видео. Целую, обнимаю. Пока-пока и до новых встреч.